Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядзите у гэтым выпуску. Открытый диалог старшиня гомельского аблываканкама Владимир Дворник провел промую телефонную линию. Тихое полевание и гучные пошуки пропавших. Правоохоуники нагадываются. Идете у лес, возьмите телефон. Свет русского романса. У картины галереи Гауреи Лавашенки объеднали музыку и живопис. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сюня на Гомельщине прайшли промые телефонные линии. На протягу трех годин можно было завернуться до керовников и канавчих комитетов с любым хвалюющим пытанием. На промой линии старшиня гомельского аблываканкама Владимира Дворника побывал Олег Сентюроу. Промые телефонные линии с керовниками и канавчих комитетов в Беларуси проводятся с 2015 года. Минулый час подтвердил, что это соправдый действенный способ повышения эффективности работы со зворотами грамадян и выкоронения фактов бюрократизма. А вот, когда никто не может приехать на особистый прием, он завсёдый может поведомить о своих проблемах по телефоне. В этом году старшиня гомельского аблываканкама проводил промые телефонные линии двойцы в Соковику и Червине. Тогда, до его дозвонились, ответственно, 28 и 25 человек. Сегодня Владимир Дворник принял 24 звонки. Не все звонки оказались однольковыми по часу. Некому спотребились некакие десятки секунд, как выказать подяку за становочное выращение пытания, огочанного по часу по передних линий. Некто рассказывал об своих проблемах десятки хвилин. Сирот, бадая самых незвычайных зворотов, пропоновал об открытии на гомешине лосиной фермы с перспективой отремания каштованных для здоровья мяса и молока. Уже Харака Линкович просьба отличалась работой гандлевой сетки. Инвалид не может набыть у мясовых крамах якосную грецкую крупу. Общим и поведомим в сочине Абро-Уканкама с просьбой прислать у Калинковича якосный продукт. Такая гречка, что не можно в рот взять, перепаленная, страшное дело. Какую гречку не куплю, мою, хотел уже помыть и привезти вам эту воду, показать, какую гречку они продают. Значит, у меня вот здесь присутствует начальник управления торговли и услуг. Значит, он выедет к Калинковичу, телефон записал, разберется по качеству гречки и почему нету нашей Гомельской, то, что мы производим. Была и самая великая кочесть зворотов об майомыслях и земельных спрежках помеж с соседями и родными. Некоторые справы разглядывают на вот Верховный суд, але люди все равно не згодные. Отменять и переглядать рашение судов, представники органов выканавшей улады права не мают. Але без уваги такие звонки все-таки не покидаются. Да, людей, если раз выйдут в комиссии, у склад этих будут включены депутаты Советов Розных Узровнев, Утремнику национального сходу Владимир Дворник увогли переконанны при выращении истинующих у громадских проблем Необходно больше тесно сопротивляться с депутатским корпусом. Если здесь скажете, что присутствует член палаты представителей, Совета Республики, областной депутат и так далее, комиссионно выехали, то даже что там еще рассматривать. А эти люди, депутатский весь корпус, всегда выступают в сторону зашиты любого гражданина, который обращается. После завершения промойтелефонной линии, сочиня оборвоканкама подводить выники и звертается до представников органов улады. Усе зауваки, это оценка вашей работы. Наверное, когда человек помыляется, взаимнеобходно сустреться, поговорить и растумачить. Дать человеку возможность встретиться со всеми органами власти, которые позволили успокоить этого человека, если он не прав. А если он прав, то помогите решить эту проблему. Вот наша задача основная. Это вообще ваши вопросы, это оценка вашей работы дальше. И я еще раз повторяю, что нерашенных проблем нет. Расшите, помогите этому человеку. Если действительно человек, я имею в виду, где-то и финансово, все можно сегодня найти. С початку наступного дня комиссии пошнут с устречи с гражданами, которые дозвонились по проблемных пытаниях, как свечить практика проведения по передних промых телефонных линий, которые проводят сочиня оборвоканкама. До третьей огученных пытаний выращаются станучи. А про этого частка проблем, выращения которых потребует значимых сроков, те протяглые часы, берется на контроль. До поздних относятся к правоватности. Организация водозабеспечения, капитальный ремонт и будовництво дорог. По большинству вопросов, конечно, давались ответы разъяснительного характера. Но и также очень радует тот факт, что многим людям удалось тоже оказать содействие и помочь. Так, за март, за первую телефонную линию, более 30% звонков и вопросов были решены положительно. То есть почти каждый третий звонок нашел положительное разрешение. Июньская прямая линия, ну, немножко меньше. 25% вопросов были решены положительно. Но это тоже хороший результат. Людям помогли трудоустроиться. Было оказано содействие в ремонте дорог, в очистке колодцев, ну и так далее. Олег Сентяров, Павел Антонов, телерадокопания «Гомель». У Гомеля заявилась новая социальная послуга – догляд за детьми у специальным гульнявым покои. Такую неординарную идею увособила у життё гомельшанка Мария Остапенко. Необходным стартовым капиталом стала субсидия, выделенная управлением по праце, занятости и социальной обороне Гарвы Конкама. Первые плюсы – зручное размещение у центра города, у тульный интерьер и доброзачливая команда. Пакуль, правда, представленная только дуэтом керавника и выховальника. Зазернувши у дитячих гульнявый покой, мы как раз сустрели мать, якая провела сюда свою дачку. Заявилась и терминовая справа – девчонку покинуть не было с кем. Очень хорошо, что у нас в городе открылся такой мини-детский сад, потому что не всегда мама может быть свободна. У него могут быть какие-то неотложные дела, и мало кому, наверное, могут помочь бабушке, дедушке. Батьки могут покинуть гульнявым покой дитячих в возрасте от трех до семи годов не больше, чем на три годины. Весь этот час за им будет наглядать выховальник со специальной педагогической адукацией. Правда, кормить и укладывать спать тут не будут, а вот гулять, молять и читать казки, кольки заугодно. Причем все это за принимальную плату. У Минску такие центры популярные, их становится все больше. Это вельми важно социально ориентированно на керунок. Не все же мают махчимость отдать сына, або дать школу, дитячий садок. И не у каждого есть бабуля, которая может застаться с унуками. Мама, папа обращается, заполняет анкету, указывает все свои паспортные данные, получает чек, оплачивая услугу. И когда приходит забирать ребенка, предъявляет паспорт, чек – это строго и обязательно для безопасности. Ребенок, конечно, должен быть здоров обязательно, чтобы не подвергать опасности других детей. Работаем мы ежедневно, в том числе и в выходные и праздничные дни, по предварительной записи с 8 до 10 вечером. С початку года Амаль-290 беспрацовных жахаров Гомельской области отримали субсиды для открытия властной справы. Их можно потратить на открытие индивидуального предпринимательства, организацию агро-экотуризма або початок ромесной деяности. Субсидия в настоящее время выделяется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это немногим более 2 тысяч рублей белорусских. Вместе с тем граждане, которые проживают в малых городах, в районах с высоким уровнем напряженности и в сельских населенных пунктах, субсидия выделяется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это порядка 3 тысяч белорусских рублей. Усим беспрацовным, которые ожидаются организовать предпринимательскую деятельность, служба занятости предоставляет мягчимость пройти навучение основам ведения бизнеса на специальных бесплатных курсах. Марина Джалая, Максим Савин, Александр Харлампул. Телерадиокомпания «Гомель». У регионе завершенный подрехтовочный этап кампании по вакцинации супрази гриппу. Как ожидается, профилактические пришибки сделают около 560 тысяч человек. Это амаль 40% уже хоров в области. Большая часть людей отримает пришибки бесплатно. Протяг темы в наступном материале. Вакцины, набытые за кошт сродка у республиканского бюджета, уже доставлены у медустановы. В первую очередь они различны на тех, кто выходит в группу «Рызыки». Это люди с хроничными захворываниями, эндокринный, иммунный и сердечно-сосудистый систем. Дети – грамадяне старейшие за 65 годов. У этой категории так само медработники и наставники. С группы «Рызыки» плануется прищапить до 75% людей. У Гомельским областным центры гигиены эпидемиологии громадского здоровья отзначают довольно высокую информационную досвеченность ЖХРО региона по профилактице гриппу. Меж тем, подтверждают, некоторые люди не робят с прищепки не тому, что супрать вакцинации, а просто спадяются, что хвороба их не кранет. Наша здымочная группа поцикавилась и меркованием Гомельшан по этим пытаням. Себе один раз была прививка. Ничего не было, все хорошо, поэтому, в принципе, за вакцинацию. Я не против. Я думаю, что если, может быть, действительно помогает это, то нужно прививаться. Но я не прививаюсь. Я за вакцинацию. Я сама лично не делала, но моя мама делала прививку, и все прошло замечательно. Все было хорошо. Я считаю, что это бесполезно как-то, потому что, говорят, мутирует он, каждый год он разный, и вакцина как бы прошлогодняя получается, то есть смысла вроде как нет. Вакцинация, она помогает переболеть более легкой формой гриппа и не наносит такого вреда, если бы человек был бы без вакцинации. У гэтым сезоні прогнозуется эпидемичный подъем середней ступеню. Усе вакцины, яке поступили и яшче поступять, у поликлиники – беспечные иммунобиологичные леки. Яны утрымливаются особные фрагменты ДНК трехштаммов вируса, які одобрены сусветной организацией Аховы Здоруя. Выкликать хворобу прищепка на суперокостярогом никаких людей не можа. Проза один-два тыдни после вакцинации у человека формируется иммунитет. Часть вакцины уже поставлена и еще будет 4 вида вакцин. Это инфлювак производства Нидерланды, ваксигрип Франция, гриппол плюс Россия и ультравак Россия. На таких видах вакцины можно привиться на платной основе в каждой поликлинике по месту жительства. Зарабить прищепку супрать гриппу можно с першого кастричника. Медики рекомендуют не затягивать зарашением и поспеть до конца листопада. Наталья Капрыленко, Олеся Рудянкова, Валерий Гапанько, Телерадио Компания «Гумель». С початку гриппного сезона 10 жихоров нашей области заблукали у лесах. Правооховники занепакоены ситуацией. Походом за грибами сприяет теплый надворье. И новые выпадки зникнения людей отбываются о малькожные сутки. Правооховники застерегают от тихого полевания пожилых людей, які мают проблемы со здоровьем. Подчас визита у лес необходимо обовязково брать с собой пятную воду, мобильный телефон, проверить зарад батареи и поведомить близким об маршруте по дороже. По статисты цеменовито пенсионеры у лидерах по колькости проведенных пошуковых мероприемствов. А зараз до новины культуры. У картинной галереи Гаурейла Вашенке отбывся концерт романса «Шарм» и «Запал» и «Трапятание». Наведовальникам пропоновали погрузиться в атмосферу лиричных мелодий. Подживый аккомпанемент фортепианной музыки тут гучали русские романсы. Яскравую концертную программу глядачам дарили лаураты международных конкурсов Алена Гастинская и Константин Горошко. Разыночкой романтичного вечера стал выступление народной артыстки Беларуси лаураты премии президента Республики Беларусь за духовное драджение Галины Павлянок. Музычная программа ладзялась у рамках творчого проекта «Муз-арт», организованного сумесно картиной галереи Гаурейла Вашенке и Гомельской областной филармонии. Головная мета про сустреча с вядомыми музыкантами Гомельщины у атмосферы картин знакомитых мыстаков дарыць глядачам незабывные эмоции, уражени и пополнять их культурный багаж. Программы творчого проекта корыстаются великой популярностью Гомельщан и заусёды проходят за аншлагом. На думку организаторов, «Муз-арт» – это выдатная пляцовка як для культурной осветы, так и для свой особливой релаксации празма статства. Мы его создали для того, чтобы делать в красивых, намоленных, будем говорить, таких местах, в музеях, в картинных галереях концерты, когда и помимо музыки ещё есть на что посмотреть и вдохновиться. Поэтому этот проект наш, «Муз-арт», он очень сейчас популярен, потому что здесь концерты проходят с большим успехом, всегда есть люди, всегда есть успех, мы надеемся, что он и будет продолжаться. Гомельский палацово-парковый ансамбль представил экспозицию, присвеченную стагодзю Кастрычницкой революции. Проект складается с двух тематично объединенных выстав. Первая зала «Кастрычник», «Люди и леса» расскажет про исторические подеи, которые отбывались у Гомеля в 1917-1924 годах. Эта частная экспозиция рассказывает про политические партии и настрои гомельчан на передании Кастрычницкой революции, про грамазянскую войну и строкопытовский мятеж, про военный коммунизм и НЭП. Выстава складается с саправдных предметов, документов и материалов, представленных с фондов Музея Гомельского палацово-паркового ансамбля Национального архива Республики Беларусь и военно-гисторичного клубного объединения «Гонор-мундзира». Тут можно увидеть саправды уникальные экспонаты. До приклада узоры грошовых одинок, которые были распаусюджены на территории Белой Российской империи в период грамазянской войны. Купюры на материале и редкие грошовые знаки, выдаденные у Гомелли в 1918 году. «Проект, который называется «Революция 100 лет», он будет продолжен, и на следующей неделе мы монтируем новый зал, который будет посвящен уже периоду советского времени. Этот зал будет носить название «От коммуналки до хрущевки». В первую очередь он будет посвящен быту советских людей. Для кого-то это ностальгия, а для молодежи, может быть, они впервые могут увидеть все предметы, которые для советского периода времени были знаковыми. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова